приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена сидникова итак сегодня уже по моему 15 декабря четверг наконец-то наконец-то я вышла из дома дождавшись хорошей погоды вы видите как у нас снежок тарахтит у меня тачка так что извиняйте но издержки видео вот у нас небольшой морозец посмотрела в телефон сколько градусов минус 9 показывает не знаю то ли я оделась тепло но я не ощущаю эти минус 9 градусов а может быть влажности большая поэтому так ощущается включилась я во-первых опять совместить полезное с приятным мне нужно сегодня попасть фикс прайс его зон сегодня уже последний день можно получить мои ножнички иначе они уйдут назад продавцу но фикс прайс нужно купить батарейки стали все часы это так неудобно долго наверное около года продержалась батареечка тоже по моему фикс прайс покупала вот ну вообще так посмотреть что там наверное что-то красивое новогоднее может быть включусь там если будет немного народу в принципе сегодня не выходной день если что-то меня заинтересует я конечно же с вами поделюсь может быть сходит кто-то магазин фикс прайс и тоже что-то красивенько купит смотря мое видео ну а я включилась еще и затем чтобы показать вам вот эту свою шапочку история этой шапочки я думаю вам известно я ее ввязала перевязывал уже дай на третий раз и наверное окончательный что хочу сказать друзья не бойтесь распускать вы помните что эта шапка была связана аранами видео я вам оставляла и все бы хорошо но видимо я не угадала с размером а когда вяжешь араны то там не сильно то можно и прибавить раппорт узора допустим 12 петель то есть допустим пять раппортов мало 6 много вот это чтобы резиночка не нарушалась если вяжем резинку 2 на 2 чтобы аран выходил из этой резинки ну чтобы было красиво я думаю вы понимаете о чем я говорю вот и перевязала я ее потому что изначально побоялась делать подмот из дешевого махера ализе думала будет колоться а потом связала вот этот воротник с этой пряжей и вы знаете мне не колется ну и решила перевязать шапочку женщина пройдет я дальше продолжу свой рассказ вот еще что хочу сказать почему не бойтесь распускать я сделала вывод здравствуйте что шапку аранами вязать ну не всегда нужно во всяком случае для меня или подбирать какой-то аран не слишком утяжеляющий полотно полотно с аранами вы знаете что она всегда стягивается и помните вы мне писали вам эта шапка ну так корректно мне написали что вам эта шапка не совсем идет когда я связала голубую вы сказали что вот голубая вам идет друзья дело было даже наверное скорее всего не в цвете а в как было какая была посадка у этой шапки и она была не очень вот из-за этого полотна с аранами вот сейчас я покручусь напротив этого мне как дом этот нравится дом замок вот она очень сейчас хорошо сидит на мне здесь четыре сложение пряжи одна из них это носочная опал молочного цвета два сложения пряжа силки вул от яна и мохеровая пряжа ализе тидмохер роял по моему так называется так здесь совсем неудобно я вышла трассе сейчас приостановлю видео перейдем в более тихое место и я продолжу вот друзья у нас в маленьком городке но бывает очень шумно возле федеральных трасс вам такое сейчас движение может быть это перед новым годом не знаю вот так что не бойтесь распускать после того вот как я распустила я поняла приобрела опыт что шапку аранами я буду вязать если буду с осторожностью мне кажется все таки больше будут подходят косы они как-то воздушнее смотрятся не так стягивают полотно как араны сейчас минуту покажу вам гостиницу еще раз старый раненбург называется почему раненбург а не чиплыгин раньше так назывался наш город ой какую кореечку женщина понесла по 450 до корейка надо будет зайти видите снег повезли чистят улице по 300 рублей такое хорошее сало прям с мясом надо будет зайти лёшик любит надо будет купить понемножечку причем оно так долго держится это сало его прям вот пару кусочков если съел с утра прям до обеда чувствуешь себя сытым завтра кстати нет послезавтра должен приехать лёша опять на один денёчек вот так что надо будет что-нибудь приготовить вкусненько так сейчас опять немножко прервусь у нас уже поставили ёлочку ну что-то как-то она не очень украшена мне кажется скудно как-то сейчас подойдем я вам покажу вот ну да скоро новый год уже осталось можно сказать две недельки до с небольшим вот в том году очень красивые были гирлянды они вот и сейчас висят я снимала видео вы видели как красиво был украшен наш город город очень красиво было и всякие инсталляции стояли не знаю как в этом году видите в центре все чистенько вон работает машина чистит снежок с дорог ну вот сейчас повернусь вот она наша ёлочка ну как-то как-то бедненько да мне кажется а ну это наверное просто игрушки повесили еще будут гирлянды видимо да освещение по-моему на ней а может быть и есть не знаю сейчас посмотрим ну как-то бедненько в этом году да гирлянды уже висят такие тоненькие лампочки сейчас покажу вот вот какая высокая наша ёлочка ну могли бы как-то побольше игрушечек повесить уже очень как-то как-то слабенько украшено вот ну а я сейчас иду в фикс прайс чтобы на обратном пути в фикс прайсе мне там в принципе нужны одни батарейки они легкие может быть в светофор зайду посмотрю что там ну а потом опять в центр пойду вниз в озон за ножницами и наверное зайду в магнит посмотрю грудку ну может быть еще что-то заглядаем вот у нас друзья случилась беда я очень переживаю беда со шпулькой самой маленькой нашей кошечкой помните я показывала вам что Монька прыгнул на полку и разбил вот этот барабан из глины египетский сувенир вот видимо шпулька видела как он туда лазил и решила тоже туда залезть один раз я ее сняла залезть то она залезет а слезть назад не знает как в какой то день я ее сняла а вчера сижу вяжу довязываю шапочку и слышу вот так вот прям что то такое прям я поняла что это кто то спрыгнул откуда то вот я не видела как она прыгала как приземлялась но потом стала хромать на правую переднюю лапку в общем я так понимаю ушиб потому что она на нее наступает ходит даже играется пытается но все равно как то жалуется немного мяукает в общем понаблюдаю за ней еще денечек и возможно схожу с ней к врачу не знаю как теперь к врачу Надя работает 2 часа в день если еще вообще работает я опять шуркаю ногами друзья очень скользко вот они наши коты видите бездомные здесь вот это место возле магнита их здесь кормят вот на обратном пути я зайду куплю им пару пакетиков и покормлю коте вот так что вот такие грустные дела очень переживаю за нее думаю может быть как то эту лапку эластичным бинтом замотать как она мне даст не знаю ну в общем вот любопытство сгубило кошечку я уже прям не знаю что с этой полкой делать может быть вообще ее снять останутся дырки или чем то ее так заставить чтобы у них не было желания туда прыгнуть хотя ну там и так все заставлено и все равно же находят находят место чтобы как то туда влезть но это кошки они любят верхотуры как Лешик говорит у нас в Москве если вы помните было даже целое дерево которое Лешик принес из леса валежник и мы его обмотали джутом возле холодильника поставили и тогда был только Кузьма и Пуся и они с удовольствием лазили на холодильнике домик стоял ну им интересно так ну что сейчас переходим улицу не знаю этот проулок я выбрала все время путаю до сих пор путаю дорогу в фикс прайс ну по-моему правильно да правильно так что вот такие дела довязала я вчера подушечку наволочку вернее крючком осталось соединить эти две детали и будет готов уже вчера очень болели глаза пряжа с метанитом люрексом и вечером вообще все блестит у меня прямо в глаза выпадали очень тяжело вязать такую пряжу вечером от этих искр в глаза вот ну вот осталось немножко сейчас минут 10 и я буду уже в фикс прайсе так что напишите мне пожалуйста очень хочется знать ваше мнение по поводу перевяза вот этой шапочки ну согласитесь она сейчас ну совсем совсем по-другому смотрится на мне не стягивает голову вот она такая воздушная она очень теплая друзья очень теплая там подворот вовнутрь на пол головы так что мне сейчас даже жарко хотя минус 9 вот гургасна я уже вам по-моему показывала мы здесь с вами ходили вот ладно сейчас пока отключусь если будет что-то интересное фикс прайсе я конечно вам покажу друзья открылись корма для животных представляете это вот на пятачке там где фикс прайс фикс прайс там мебельный за углом светофор в общем вот здесь открылись корма для животных сейчас зайду посмотрю что там в общем зашла я друзья здесь оказывается имеется в виду зерно вот ячмень пшеница вот я не внимательно горох люпин для животных имеется коров свиней курочек вот спросила у вас корма для животных да я говорю я имела ввиду животных кошек собак в общем сказали что корма будут через недельку через две тоже будут так что вот такой магазинчик у нас открылся друзья не могла пройти мимо вот этого домика находится вон поленина смотрите как сохранились наличники вернее сохранили люди новые сделали чтобы вот такая красота была то есть какую-то историческую ценность это имеет конечно очень красивый дом ну а я была фикс прайсе ничего там не глянулась даже не стала снимать купила котятам котам два пакетика корма и сейчас подойду к магниту покормлю их и пойду в озон обратите внимание на вот эти окошки можно сказать это подвальное помещение я так думаю много об этом говорится те кто занимаются историей кто-то говорит что это засыпанные дома в итоге каких-то катаклизмов поэтому образовались вот эти такие помещения окна в земле можно сказать ну не знаю насколько это правда но вот такой домик здесь есть обратите внимание на ковку вот такое я хочу крылечко очень мне нравится друзья я не успела даже достать камеру боже какие они голодные они уже два пакета собор этикет я им купила смотрите какие хорошие котики особенно вот этот черненький полностью черненький очень похож на кузьму кушайте мои хорошие кушайте душе кровью обливается пошла дальше все съели представляете вот видео 37 секунд уже ничего нет меньше минуты все 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 съели ну что друзья получила я в озоне товар мне Лешик еще заказал шнур для зарядки телефона уже что-то начал портиться мой старый шнур рассоединяется ну в общем там где соединение стало портится портится кабель вот придем домой попробуем порезать этими ножничками йоки йоки так называются вроде как самозатачивающиеся что еще хочу сказать вчера Лешик заказал сюда заказывал конечно дома в Москве через Азон но на этот адрес на Чпогин заказал культиватор поймал опять скидку в пять тысяч электрический культиватор в общем почитала я отзывы женщинам очень нравится он не тяжелый 13 килограмм управляться можно легко конечно я буду просить Лешика когда будет приезжать по осени чтобы прокультивировать землю но если получится так что как вот в этом году дожди дожди и очень сложно выбрать день когда можно зайти в огород вот поэтому можно может быть я даже и сама смогу это сделать купил купил он он его за восемь с небольшим а стоил он двенадцать чем-то по тринадцать тысяч ну наверное сейчас зима как говорят готовь телегу зимой а сами летом или сами летом а телегу зимой вот так в общем готовимся потихонечку вы видите и к терраске покупаем все что нужно инструмент покупаем то пилу то вот культиватор теперь культиватор называется зубр по моему наша российская фирма изготовлена в России так что поддерживаем нашего производителя не страшны нам никакие санкции давайте нам еще больше санкций мы может быть наконец-то задумаемся что мы можем быть автономными независимы ни от кого потому что в нашей стране есть все а вот как остальные наши доброжелатели в кавычках с их территориями и с их недрами вот это уже вопрос а я иду вы уже наверное догадались к шуре надо купить фруктов давным давно закончилась у меня хурма бананы яблоки сейчас немножко затарюсь вот я не знаю говорила я вам или нет кувшин этот по-моему говорил не кувшин этот ну что Монька разбил барабан этот я починила склеила придем домой тоже вам конечно же покажу вот время 12 около 12 где-то уже начинает потихонечку темнеть в 4 уже прям вообще темно скорее бы уже день прибавлялся пирамидальные это поля наши вот и там уже после 21 декабря будем ждать весну уже начнет день немножечко по минутке прибавляться и будем ждать весну вообще время летит друзья очень-очень быстро вот он мой любимый овощной магазин я отключаюсь пойду куплю фруктиков ну что друзья я уже дома нашла вот такой старый грязный уж не обессудьте какой есть эластичный бинт и перемотала лапку шпульки вы знаете хочу сказать она не сильно то и сопротивлялась как будто понимает что ей делают добро как посбегали все коты пока я ее держала подошел Монька стал ее вылизывать по голове лизать ее это надо было видеть жалко что я не могу всю эту картину снять на камеру руки заняты вот вот так мы прыгаем так надо пакет убрать я только пришла пока здесь все разобрала пока помыла фруктики вот уже целая теперь моя душенька спокойно это по 130 рублей хурма по 65 яблоки бананы не помню почем но вот это 103 рубля вот эта веточка рублей по 90 наверное уже одну хурмушку я скушала очень вкусная вот кстати эти ножнички самозатачивающиеся юки которые не знаю здесь где-нибудь написано юки так по моему удобно держать в руке 390 рублей 390 рублей вот такой вот никакой скажем так чехол но есть порезала я ими вот как раз отрезала эластичный бинт очень острые здесь хорошие кончики вот вы видите остренькие прям можно самый кончик отрезать в общем это мне как раз для петчворка можно будет заниматься что ж пулечка сидит лижет эту лапку завязанную вот не будешь лазить не будешь лазить по высоким полкам зачем вот полезла туда видите она ее пытается лизать пытается убрать ничего недельку посидишь пулечка недельку посидишь надо интересно заберется она на кресло здесь у нас игрушечка вот эту игрушку друзья они так любят и знаете что монка делает он берет ее в зубы притаскивает ко мне где я сижу на диване на кресле вот инвалид а играться то хочется да а сейчас видите как монка ее зафиксировал и вот они играют так вот он ее приносит мне это для того чтобы я поиграла с со шпулькой вот и маруська не прочь поиграть но шпули сейчас наверное хочется но лапка болит болит наша лапочка ах ты моя девочка маленькая но мне кажется не сломала если бы она сломала она вообще на нее не наступала а так она ходит но прихрамывает вот зафиксировала я может быть просто ушиб или растяжение вот недельку пусть побудет так что играем до играем ну а здесь хочу вам показать вот эту вязаную наволочку пришлось добавить сюда пряжу ализе вот эту с пайетками это чистый акрил но уж больно красивый конечно на плечевое изделие я бы не стала эту ниточку применять а вот на такие вот подушечки в общем не не хватило вот это элеганс пряжа одна сторона будет чисто из элеганс я не стала тут ничего мудрить хотя сначала хотела сделать ну как как эту подушку с этими ну с узорами такими как покрывала до из четырех мотивов но не стала в общем не даже вот вот эта простота очень нравится но пришлось добавить видите скомбинировать она это это пряжа блестящая только это чистый хлопок а это чистый акрил ну вот здесь несколько рядочков вставочка такая из вот этой пряжи и последний ряд из нее же и все все остатки теперь у меня израсходованы и появилась одна подушечка еще ну значит тебе не совсем плохо шпулька раз ты пытаешься играться до до больной лапкой пытаешься играться моя ты радость моя девочка в общем вчера я начала здесь друзья уже сшивать столбиком без накида вот то есть соединяю вот так два полотна и провязываю столбик без накида и получается вот такой вот шовчик сейчас завяжу и покажу вам тогда ну вот друзья я сшила три стороны пряжей вот этой с пайетками но последнюю сторону через которую будет доставаться подушка чтобы ее постирать лучше использовать другую пряжу потому что вам придется это все распускать а пайетки очень плохо распускаются вот у меня как раз кусочек остался от этой пряжи элегант это тоже сметанитом но она без пайеток вот ею сейчас я прям вместе с подушкой естественно сошью последнюю сторону и подушечка будет готова решила вам показать как я закончила не делала здесь узелки а просто завязала на бантик вот ну отрезала побольше остаток пряжи длиной и не виду побольше и на бантик завязала когда мне нужно будет я распущу постираю наволочку и опять сделаю то же самое а вот этот банк я сейчас просто спрячу крючочком во внутрь и подушечки вы посмотрите на это на этого бегемотика манька ты спишь и морозь к здесь вот такой комплект подушечек у меня получился эта подушка как вы понимаете лежит на кресле это я просто вам показать для наглядности эту подушечку на только что связали вот ну а эта подушка связана еще в том году как раз перед самой покупкой дома и остаточки пряжи пристроены и вот такая красота получилось эту подушку я положу на место на кресло здесь есть у меня тоже подушечка в тон вот так вот своими ручками создается уют в доме скоро я получу заказала ткань друзья искусственный мех вот это все уберется отсюда и я пошью покрывал и плед вот этот уберется из этого искусственного меха вот на этот диванчик не очень не нравится как сейчас выглядит но будет все очень очень красиво ну вот что-то типа вот такого заказала на диван 1600 рублей через озон там нужно будет конечно подрубить ну я имею ввиду обработать кончики а так вот прям тютелька в тютельку на диван ширина метр пятьдесят на метр ну вот как раз здесь вот метр пятьдесят и здесь метр пятьдесят вот два отреза заказала посмотрим что из этого получится ну думаю что будет красиво ну вот и все избавилась шпулька от моего лангета видите я на ней прям пришивала кончики все сняла ну мучайся шпулечка пусть так заживает не знаю я как тебя лечить давайте я вам покажу теперь вот эту шапочку перевязанную теперь у меня две одинаковые шапки вернее шапки связаны одинаковым узором вот я не жалею что выбрала именно этот узор мне очень нравится как сидит шапочка значит весит сейчас она чуть-чуть я добавила пряжи я вам уже рассказывала пряжи здесь четыре сложения нити опал два сложения я силки волк от янарт и дешевый мохер от ализе вот вот такой комплектик это тоже можно сказать комплектик здесь тоже есть шарфик или как съемный воротник до шарф труба или мини снуд вот сюда же вы еще есть повязочка ну а к этому комплекту я хочу связать варежки тоже пристроить пряжу вот здесь у меня в такой сумочке от эвроше лежит подходящая пряжа и мохер и вот эти остатки пряжи джинс мне кажется очень хорошо здесь можно скомпоновать и связать варежки как раз попробую вот этот индийский пальчик или какой как он там называется анатомический я никогда так не вязала в общем будут варежки ну а на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео я думаю вам было интересно и прогуляться и посмотреть на мои планы и на шапочку которую я связала я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока